всех приветствую в предыдущем видео ссылочку внизу оставлю вот здесь где-нибудь будет ссылочка на предыдущие видео я рассказывал как проверить как снять данные форсунки с двигателя уже показывал показывал как проверить на стенде если все нормально установите на место если же у вас давление не соответствует либо распыл плохой либо капелька образуется тогда вам придется регулировать данную форсунку соответственно и нужно разобрать так вот сегодняшнее видео покажу вам как она разбирается что у нее внутри и как она регулируется для того чтобы заниматься разборкой и регулировкой у вас должна быть практически идеальная чистота чтобы никакой соринки на грязинке не попала вовнутрь потому что если попадет какая-то грязь ваш распылитель выйдет из строя должна быть максимально все чисто поэтому перед тем как разбирать очистите форсунку помойте чтобы она была максимально чисто перед разборкой снимаем этот уплотнительную шайбу убираем ее в сторонку здесь очищаем всю грязь сажу нагару тут весь убираем чтобы это все не попало потом в распылитель будет После того как максимально очистили, помыли форсунку, все продули, зажимаем ее в тисочки, берем удлиненную головку, такую вот на 14, короткая головка не подойдет, потому что у повредителя распылитель. И отворачиваем, затянута очень сильно. Сорвали, немножко ослабили, откручиваем, переходим на стол. Далее на столе уже раскручиваем аккуратно форсунку. Сняли колпачок. Аккуратнее, где-то на весу ничего не держите, держите где-то над столом, чтобы если что-то упадет, чтобы упало на стол. Далее аккуратно убираем распылитель. Так вот он выглядит. Марка NPDLA 148PN. Это распылитель с турбовой версии, также здесь циферки идут 223. Этот распылитель я уже менял. У меня стоит двигатель не турбовый, я поставил распылитель из турбовой версии. Снял перчатки, у них не очень удобно. Распылитель внутри игла находится. Здесь находятся штифты направляющие, также толкатель. Так это все выглядит. Здесь расположены пружины. Это пружина первой ступени, она приводится в действие вот этим вот иглой вот этой. Это вторая ступень, здесь находится регулировочная шайба второй ступени, пружина второй ступени, здесь находится регулировочная шайба первой ступени. Вот так вот это все выглядит. Вот так выглядит регулировочная шайба первой ступени, на ней имеется маркировочка здесь вот. В данном случае это 120. Если вам нужно уменьшить давление, то нужно уменьшить эту шайбу размером. Если вам нужно поднять давление, то вам нужно ее увеличить. Не обязательно заказывать эти шайбы в магазине. Можно их изготовить самостоятельно. Либо токаря попросить, он вам вытачит из какого-нибудь крепкого материала. Ну либо как я, я взял шайбочки обычные. Такие вот несколько штук их сложил. Под нужный мне размерчик. Размерчик нужный проверяется обычным микрометром. Замерили давление. Определили, что вам нужно. Поднять или опустить его. Взяли свою шайбу, достали. Посмотрели на ней размер. Если размера нету, берем микрометр. Смерим микрометром. То есть 120. Если вы решили поднять давление, берем шайбу самодельную. Также сделали ее. Пожалуйста, вот размерчик. У вас давление поднимется. С шайбой на 120. У меня давление было 185. Это 180-185. Так приблизительно. Вот с шайбой на 150. Давление поднялось до 220. Методом математических расчетов можете рассчитать. Насколько нужно вам увеличить шайбу. Также есть в интернете информация. О том, насколько увеличивается шайба. И при этом, насколько поднимается давление. Также можете математически рассчитать. Сколько было, сколько добавил, сколько стало. И потом уже самим это все высчитать. Сколько вам нужно. Если при разборке у вас все разлетелось. Можете посмотреть, как это все должно быть. Шайба регулярно, пружинка. Такая вот штуковинка. Еще одна такая вот штуковинка. Вал, пружинка, регулировочная шайба. И такая вот. Так это все должно выглядеть. После того, как определились с размером шайбы. Взяли ее. Взяли ее. Собираем это все на место. В корпус. Первая идет шайба. Пружинка. Потом идет эта часть. Далее смотрим две направляющие. Подача топлива. Устанавливаем вот эту вот шайбу. Здесь вот больше. Здесь вот маленький чопик. Так вот устанавливаем. Надо чтобы эти направляющие попали на свое место. После того, как совместили отверстия, направляющие туда утонули. Вот эти направляющие уже идут для распылителя. Также на распылителе есть вот это отверстие и две направляющие. Все это устанавливаем. Совмещаем. В последнюю очередь надеваем колпачок. Все это закручиваем. Подтянули максимально. Сколько смогли дальше. Идем в тиски. Затягиваем все это дело. Установили в тиски. Головка опять же уприненная. И затягиваем все это дело. После того, как затянули, переходим к стенду. Устанавливаем форсунку в стенд. Затягиваем. Накачиваем давление. Проверяем, при каком давлении будет она срабатывать. После установки меньшей шаги снизилось давление срабатывания. Но при этом форсунка также нормально работает. Шайба была уменьшена. Стояла 150. Поставил на 120. Посмотрим, насколько снизилось давление. Где-то 180. Сейчас давление ориентировочно. 175-180. Давление срабатывание. Когда стояла шайба на 150, было 220. Сейчас 180. Какое давление выставить вам, решайте сами. Потому что это зависит от топливного насоса. Если у вас плунжер новый, выставить от 219 до 229. Если у вас насос не продавливает такое давление, выставить либо среднее, либо минимальное. Минимально допустимо это 186. После всех манипуляций, ваша форсунка установлена на нужное вам давление, которое вы захотели. Либо по книжному, как положено. Либо под свой насос выставили. Теперь можно ее устанавливать на автомобиль. Все те же самые операции нужно повторить со всеми форсунками. То есть у вас все четыре форсунки должны быть отрегулированы под одинаковое давление. Если вы на одной меньше сделаете, на другой больше, у вас двигатель будет работать неравномерно. Поэтому старайтесь как можно точнее выставить давление на форсунках. Всем, кому понравилось данное видео, ставьте пальцы вверх. Кому не понравилось, вниз. Ниже под видео оставляйте все вопросы, комментарии какие есть. Не забывайте подписываться на канал. Видео про то, как я их снимал, данные форсунки. Как проверял. Оставлю где-нибудь здесь ссылочку. Посмотрите. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.